итак добрый день дорогие друзья еще раз всех с наступившими майскими праздниками особенно с 9 мая сейчас мы поговорим с вами про samsung galaxy s8 plus сейчас смотрю просто отвлекаюсь под убираю все лишнее в общем пропользовался несколько дней можно сказать первые выводы сделал но ребята первые выводы они могут быть обманчивы естественно поэтому не буду торопиться с какими-то там негативными или супер радостными заявлениями кричать о чем-то что-то мне в нем действительно понравилось что-то мне в нем не понравилось естественно ничего идеального нету и надо понимать что и телефон за 60 тысяч рублей ну за тысячу долларов примеру тоже в чем-то естественно может быть не идеален так вот так она есть так давайте поставим режим сейчас разблокируйся вот у меня же разблокировка по лицу включена то бишь то происходит я его включаю так экран потом немножко при подношу к лицу на расстоянии сантиметров 30 и 40 35 40 45 он разблокируется сейчас немножко припаду а сейчас надо выключить но чтоб разблокировался нужно включить либо вот здесь нажать кнопочку нижнюю невидимую эту все разблокировался либо здесь вот так нажать и приподнести тоже либо еще какой вариант можно графический ключ вести нарисовать она у меня стоит можно код поставить либо еще еще один вариант разблокировки что мне в принципе нравится что таких много можно выставить разблокировку с gedachtка по сетчатке глаза считывания но оказалось что это разблокировка по сетчатки глаза сетчатки его за она очень вредной араб же был шоке я про это читал слышал samsung сама предупреждает ну я вам потом расскажу сейчас не про это в общем и счет еще и еще один вид разблокировки смартфона этого датчиком отпечатка палец а ребята датчик отпечатка пальца находится в таком месте что на это нарочно не придумаешь смешней Понимаете, смешнее было бы сделать его еще Вот здесь, вот так, поверх камеры Не сбоку Не вот здесь, а вот здесь Или вообще вот здесь, на такое место реально смешное Подобрали, я не знаю Смех сквозь слезы Но, тем не менее, с моими большими граблями Можно дотянуться и до этого отпечатка пальца Без проблем, то бишь, ребята, если у вас Большая рука Если, как бы, можно сказать Galaxy S8 Plus Для вас не гигантофон С разблокировкой Даже при помощи отпечатка пальца Проблем никаких нет, потому что Датчик отпечатка пальца Стал работать лучше намного, чем работал В S7 и в S7 AG, слава богу Слава богу, потому что я так намучился Со своим Xiaomi Mi 5S С дебильным отпечатком пальца Здесь отпечаток хороший, но находится просто В дебильном месте, видите, у каждого Свои плюсы, свои минусы, потому что сейчас я нажимаю В темноте, бывает попадаешь на камеру Потому что, как бы, ну На ощупь не всегда понимаешь Где он находится Ношу я его специально Сейчас не клею пленочки Не клею стекла Не клею чехлы У меня уже Ну, чехлы Не клею пленочку сзади, не ношу в чехле У меня уже есть стекло Дорогое, фирменное Которое полностью закрывает его Я его еще даже не распаковал Есть чехол для него Но хочу, специально провожу такой эксперимент Через сколько он начнет царапаться Почему я такой Маленький эксперимент провожу для себя Поставим на потом про камеру Сейчас про все подряд поговорим немножко И расскажу я вам главное Что расскажу Как можно сэкономить на покупке Galaxy S8 Plus Так, почему я его ношу без стекла? Дабы посмотреть, насколько он зацарапается В отличии Некоторые люди говорят Что в отличии от того же LG G6 У меня уже есть такие просто знакомые Которые купили тоже и тот и тот пользуются И вот LG G6 говорят Царапается намного сильнее Чем Galaxy S8 ихний Или S8 Plus Так, сейчас, секундочку Фонарик нашел Ну, короче, вот уже царапина сильная здесь Под вспышкой Ну, не знаю, видите Ну, вот поймал, короче, на камеру И вообще весь он весь Там коцко, тут коцко Еще где-то, в общем, LG G6 Ну, вот видите, вот переливается Паутинкой царапинок Всего лишь за три недели Три недели я его использую Ну, может, больше уже там Три с половиной недели Под месяц В общем, начал зацарапываться в хлам В хламину фирмы LG Ну, не знаю Вы меня вот этим огорчили Ну, еще огорчили тем Что нет ни хрена оптимизации Под ваш процессор В некоторых играх И это меня тоже добивает Потому что, допустим, к примеру Спайлер, ну, так немножко То, что этот смартфон В играх В каких-то Оказался лучше, чем LG G6 Я этого вообще не ожидал От Galaxy S8 Но это потом поговорим про это По габаритам, ребята По габаритам Ну, S8+, конечно, больше намного Если у вас маленькая рука Не покупайте однозначный S8+, Потому что, не дай бог Вы его, блин, разобьете Вы знаете, сколько стоит ремонт Galaxy S8+, Это вообще обалдеете Ну, в рублях Чтобы вы понимали Доходит до 30 тысяч рублей То бишь, он в рублях стоит 60 тысяч рублей И 50% от стоимости покупки Вы его дадите за ремонт За замену стекол Переднего и заднего стекла Это просто охренительная цифра Колоссальная То бишь, 500 баксов у нас сейчас стоит Замена переднего и заднего стекла Да ну, не дай бог, конечно Никому его уронить Кто купит себе S8 или S8+, Может, кстати, S8 подешевле стоит замена Не знаю, там же поменьше стекла Не знаю, может, столько же стоит Ну, просто колоссальных денег К примеру, тот же Замена стекол переднего и заднего Я узнавал, короче, в сервисном центре У меня просто друг работает Управляющий в сервисном центре В большом, огромном И, короче, вот На LG G6 У них уже есть панельки Передние и задние Стоят в три раза дешевле Если здесь стоит это 500 баксов То здесь это стоит замена Переднего и заднего стекла Всего лишь 150 баксов В общем, поэтому Samsung реально золотой Ну, обойдется вам Будет как золотой Если не дай бог уроните Так, ну, по ширине, ребята И бьется он намного легче Как показывают все тесты Чем LG G6 LG G6 там по военному Сертификату как-то даже проходит То, что он не бьется Ну, не знаю Ну, вот я на то, что видел Да, там один чувак Разбил со второго раза LG G6 Один разбил с первого раза Еще один его разбил Тоже с первого раза А остальные роликов Блин, 50 Бьется с шестого, седьмого, с восьмого Раза только LG G6 И только у троих Он разбился сразу, можно сказать А остальных 50 Только не с первого раза Ну, в интернете можете посмотреть Краш-тест тоже куча А вот Samsung бьется на ура Просто, ребята Я ж говорю Очень-очень берегите Бережно относитесь к нему Я, в принципе С телефонами у меня проблем нет У меня за всю историю мою Телефоны падали Очень-очень мало раз Ну, вот один раз Прям в тесте Упал телефон Ну, с небольшого расстояния Вот Сколько здесь отстало Сантиметров Сорок до камеры Упал у меня Xiaomi Mi 5 Белого цвета Ничего с ним не было Один раз у меня Nokia 6630 Упала Гулял На набережной Упал На набережную упал Поцарапался Да, как бы сбоку Ну, тоже ничего такого И единственный раз У меня еще упал на землю На вспаханную Гулял в ботаническом саду У меня упал Samsung Galaxy S3 За 17 лет У меня телефоны падали Всего три раза Не знаю У меня такой проблемы Просто нету Но тот, кто уроняет Телефоны часто Вообще лучше не покупайте Samsung S8 Или если уже Решили купить Прямо жить без него Не можете Используйте для него Чехол И защитное стекло Так, ребята Поговорим сейчас о том Как можно Сэкономить на покупке Galaxy S8 Plus Я не сэкономил Так, к сожалению Но вот Жалею Вот сейчас вам всем расскажу Что можно сделать Как можно сэкономить На покупке Galaxy S8 Plus Так, сейчас А, да, это здесь же Лицо далеко А, нет Распознал Смотрите Сейчас вообще Чуть ли не Сантиметров 50 55-60 Держу от лица И он с такого расстояния Распознал Вот приятно удивил Так, поставим режим Самолетик Что мне не нравится В Samsung и LG То, что нету здесь Как в Xiaomi Mi 5S И как в фирме OnePlus То, что можно В последнем OnePlus 3T Можно вытягивать Сверху вниз Строку уведомлений Это не настраивается Здесь сверху вниз Или снизу вверх Открывается просто Менюшка Кую отсюда убрали Ну, так себе Как бы нововведение Ну, тем не менее Вот такой прикол Так, ребята Как можно сэкономить На покупке Galaxy S8 Plus Гениально Простые вещи Мне вот ребята Подсказали сейчас И реально Ездил с чуваком Он так и сделал Короче Несколько вариантов Действий Сейчас будем Отталкиваться От моей страны От России Как можно в России Это сделать Также мне уже Прислали с Украины Что такая же У них петрушка есть С Казахстана Люди тоже мне писали Я общаюсь С такими людьми С Казахстана тоже С Германией Мне писал человек Тоже И с Арабских Эмиратов Тоже писал Что у них тоже Такой вариант есть Как можно сэкономить На покупке Galaxy S8 S8 Plus То бишь Что можно сделать Короче Ну во первых Нужно понимать Что у вас должна быть Карточка И на карточке Ну банковская карточка Кредитная Дебетовая Там какого угодно И в общем К ней должен был Подключен кэшбэк А на некоторых Я не буду сейчас Рекламировать Ни банки Ни магазины Говорить Ни про них Ни про тех Ни других Но в общем На этих карточках Должен был подключен Кэшбэк Так что такое кэшбэк Посмотрите в интернете Если вы не знаете Это часть денежных средств За оплату смартфона Возвращается На вашу карточку В общем А есть еще Двойной кэшбэк Даже в некоторых банках Не во всех Ребята Опять же Там нужно подключать Апицу Ну к примеру Эта пицца На год В некоторых банках Стоит всего Ну в рублях Тысячу рублей В долларах Там Ну вообще Там Пятнадцать баксов К примеру Так чтобы вы понимали Какая Какая речь идет В долларах Если вы не с Россией То смотрите Что нужно сделать Нужно завести Такую карточку Где идет Повышенный кэшбэк И потом Вот несколько Вариантов действия Этот смартфон Можно взять В рассрочку На десять месяцев На двенадцать месяцев То бишь на год На двадцать четыре месяца Не важно на сколько И закрыть его В первый В первый В первый Месяц использования То бишь Вам делает банк Ну опять же Интересуйтесь Какие банки Когда будете Если будете брать в рассрочку Обязательно Чтобы не было никаких Страховок Никаких переплат Вот просчитайте Разделите сумму Тысячу баксов Допустим На десять месяцев Получится у вас Такая-то сумма И Потом вы закрываете Последний платеж Вам как бы Сэкономят Допустим Если 60 разделить на 10 Получается по шесть тысяч в месяц Вы досрочно закрываете все Ну при наличии Денежных средств Конечно У вас эти все махинации Можно провернуть И потом получается Последний платеж Вам пересчитывают То бишь Шесть тысяч экономия с него Потом за него Еще идут подарки За него на выбор Сейчас идет Вот этот Подстаканик Где он будет стоять Но я его не советую брать Короче Или идет старая камера Прошлого года А в некоторых магазинах В некоторых магазинах Идет новая камера Вот такая закругленная Короче Вот так держится И вот короче Ну я же говорю Блин Я вот пролетел Мимо камер Пролетел опять Мимо всего Потому что РСТ версии Очень часто все Идут без подарков У нас это все рекламируется Вроде там Это все есть в наличии Но ожидайте Либо покупайте сейчас Либо не покупайте А ждайте Когда у нас привезут Подарочные вот эти камеры Потому что их разобрали Их на тысячу телефонов Привозят всего 300 камер Вот мне такую информацию Сказали Так что В общем Вот такая вот петрушка Спрашивайте обязательно В магазине Есть или нет Я же говорю Первый способ Взять его в рассрочку Закрыть досрочно И закрыть деньгами С карточки С повышенным кэшбэком То бишь вы Во-первых Рассрочку берете Закрываете досрочно Вам 6 тысяч пересчитывается Обходится не 60 А уже 54 Еще с повышенным кэшбэком Еще несколько тысяч Скинется Вот полтинник выходит Короче Получается Это 50 тысяч Либо Короче В других магазинах Нему я жгу Идут подарки Камера Там подстаканник Еще что-нибудь Вот брать В общем Там где идет камера И там где идет камера Именно новая Модель 2017 года Не старенькая Это говневенькая 2016 Я ее тестировал Конечно Она вообще ни о чем Мертвая Ну вот в общем Там идет где камера Новая Или подстаканник Ну подстаканник Лучше не берите Потому что он дешевле Стоит этот В общем камеру Можно опять же продать И опять же В некоторых магазинах Не буду рекламировать Эти магазины Потому что разные страны Разные магазины Ну в общем В этих магазинах Еще помимо Того что Если вы будете Расплачиваться Карточкой с повышенным Кэшбэком Вы получите камеру Вернете кэшбэк Часть своих Денежных средств Потратенных на телефон На карточку И еще Потом Продав камеру Вы отбиваете Часть денег Опять же Потраченных Но если выгодно Продадите То можно продать За 100 баксов Вообще На ура Она улетает Насколько я знаю Человек уже писал Просто эти все схемы Короче Мы с парнем ездили Вот одну из схемы Спробовали Сделали реально В магазине российском Все действует На ура И короче Третья Я же говорю И третья Третья фишка Это первая Кэшбэк Вторая Дарят камеру Камеру продаете Возвращайте часть бабок И часть бабок Возвращается Кэшбэком На карточку И еще третья В магазине Начисляют бонусные баллы За покупку Данного смартфона Тоже разные магазины По разному Начисляют Смотрите Какие-то начисляют Очень мало Там всего 10 долларов Какие-то начисляют 30 долларов Какие-то даже там Больше еще Начисляют В общем получается Со всеми Со всеми Скидками И со всякой ерундой Вот его сейчас Можно купить В России Вот провернуть Если эту всю Ахинею Это можно купить Со скидкой Где-то в 10-12 тысяч рублей Обойдется он вам Не 60 тысяч рублей Ну то бишь Можно сказать Изначально обойдется 60 тысяч рублей Но потом Благодаря продаже Камеры Которую подарят за него Лучше берите Новую модель Потому что 2016 года Модели никому Нафиг не нужны На вторичном рынке Еще раз делаю На это Внимание Акцентирую И потом Возвращаются Деньги С кэшбэка Деньги С камеры Возвращаются И бонусные Деньги С магазина Вот это все Составляет сумму Примерно от 8 До 10 Максимум До 12 тысяч рублей То бишь телефон Который стоит 60 тысяч рублей Вам найдется В 12 тысяч рублей Ну вы поняли Как бы не абы что Не абы какая экономия Ну вот к примеру Вот реально ездили с другом Короче он купил Он ему обошелся Ровно за полтинник Ровно точно такой же Как у меня Он обошелся 50 тысяч рублей Новенький Galaxy S8 Плюс То бишь Если вы это все Будете проворачивать С Galaxy S8 Обычным Он вам обойдется Тоже дешевле На 8 10 Или 12 тысяч рублей Так же Ну В зависимости от магазина От страны проживания Где живете Ничего такого Сверхъестественного Сверхумного нет Карточку завести Подключить к ней Повышенный кэшбэк Очень просто Очень легко Узнаете у своего банка Поддерживает ли он Повышенный кэшбэк У вашей дебетовой Карточки Или кредитной карточкой Какими вы там пользуетесь Узнаете это Позвоните по горячей линии Узнаете у операторов Вашего банка Можно ли так сделать Или нет Если нет То нафиг вам этот банк Нужен Подключайтесь к тому банку Который поддерживает Это все буквально Я же говорю Никаких сложных операций С этим нет Потом узнавайте Находите в вашей области Где вы проживаете В вашем городе На вашей территориальном Территориальной расположенности Магазины Которые дарят еще подарки Помимо там Камеры Идут еще и бонусы В этих магазинах Потом этими бонусами Можно воспользоваться Бесплатно взять любой товар На эту сумму Суммы небольшие В основном там 30 баксов Ну так 40 баксов Там еще на карточку Магазинную капает Помимо этого На подарочную И в общем Я же говорю Все-все-все Это в купе Вместе с хорошей камерой Семнадцатого года Опять же повторюсь Не шестнадцатого Причем на выбор Предлагают Опять ребята В некоторых магазинах Идут конкретно Одни шестнадцатого года Старье впихивают Рядом такой же магазин Короче В котором камеру Ждают семнадцатого года А семнадцатого Года Камеры Они более актуальны На вторичном рынке Я же говорю Их продать Вообще за один день Продаются буквально Ну опять же Там может другу повезло Не знаю кому как Ну вот мне люди уже пишут В личку С разных стран Что можно вот так Сдеть Можно сделать вот так Вот так И вот мы один из вариантов Опробовали Вот реально работает Не оба сколько вы сэкономите Но немножко сэкономите Ну все ребята Подытожили Я же говорю Это пока Не обзор Это вот болтовня О том как можно сэкономить На покупке Galaxy S8 и S8 Plus И то же самое Ребята Можно сделать С новеньким LG G6 Да новенький LG G6 В некоторых странах В некоторых регионах Да и у нас в России Идут в подарок Часы Но только обязательно Не лоханитесь Не купите Как блин Сломя голову Там мечта В вашей жизни Там S8 или LG G6 А сначала Узнаете В данном магазине Идут ли они в подарок Если они идут еще Узнаете Если они в наличии Или их нужно Или их нужно ждать Там месяц Два-три Потом После того как вы купите Или нужно покупать Именно когда они будут в наличии Потому что Очень-очень много Всяких нюансов В общем все Узнавайте Перед тем Как соберетесь покупать Тут или иной смартфон И как на них можно сэкономить Возможно есть еще Какие-то схемы действия Пишите Пишите ребята Кто мне кто пишет Не пишите в личку Пускай все люди видят Как вы придумали Классно что можно сэкономить Реально эта схема работает Тут не нужно иметь Семь пяди во лбу Все это можно провернуть Очень просто И еще легко Ну По поводу использования Galaxy S8 Plus За этот срок небольшой В принципе скажу Что мне понравился S8 Plus Есть нюансы Которые мне не нравятся В нем Ну Ребята Тут мне без этого Все покажу А так надо разблокировать Тут забываешь Бывает что лицо Подставить Типа того Или Левую щеку Или правую Типа того Все нюансы Покажу Расскажу Столкнулся с некоторыми Нюансами в камере В использовании камеры Они мне не понравились А кое-какие понравились Даже очень понравились Есть здесь Про режим В камере Ой так Свою рожу включил Как вот так А вот сюда Есть здесь Про режим В камере И вот здесь Появляются Видите Такие точки Автофокусировки Этих точек Очень много Что меня порадовало В отличие от того же LG G6 Там их намного меньше Там 12 зон фокусировки Кажется Ну а здесь Их чуть ли не штук Там 18 или 20 Не знаю Или 30 Даже не знаю Сколько Они по разному Проявляются Вот видите Находят грань Грань сейчас Ближе всего Камеры Он квадратиками Ее помечает Вот на прямом объекте В центре Центровзвешенная фотография Можно посмотреть Что у нас здесь Матричная экспозиция То бишь Немножко фотография Будет притемняться И точечная Но это для ночной Видео Для ночной фотосъемки Точечная Нужно выбирать Или для макро Пускай стоит Центровзвешенный Так Очень понравились Фото с него Макро Так Как здесь листать Макросъемка Очень-очень порадовала Ну вот смотрите Полосы бегут по экрану Да бегут Но они что Хорошо бегут Не так интенсивно И больше они проявляются Как вы видите В горизонтальном положении Но это я все расскажу Потом Про экран Будет отдельное видео Большое будет про экран В общем По первой могу сказать Что в принципе Меня в чем-то даже Все-таки больше Обрадовал Samsung Galaxy S8 Plus Нежели разочаровал Потому что надо понимать Что Это очень дорогой смартфон И надо его протестировать В хвост и в гриву Чтобы понять Вообще Стоит ли его Кому-то советовать И рекомендовать Но если вы нацелились На него уже брать Или не брать Но если прям там Не втерпешь То ну По первой могу сказать В принципе Берите Если Что там Вас ничего не смущает То что на Amaledi К примеру Или там Какие-то есть проблемки Маленькие В камерах Или в играх Если вас это все не смущает То можете брать смело Потому что остальное Вам все в принципе В нем понравится Но ребята Не так все просто Потому что В LG G6 Кое-что Ребята Получше Я вам Это сейчас Не буду рассказывать В дальнейшем расскажу Что в LG G6 Получше Будет куча обзоров Про них оба В чем-то Меня LG G6 Радует больше Потому что В чем-то Все-таки Меня разочаровал Galaxy S8 Но больше Я ожидал В чем-то Понимаете Ну когда покупаешь Телефон За 300 баксов Ну не ждешь От него Ничего хорошего К примеру Xiaomi Mi 5s Ничего не ждал Хорошего особо Но ждал Знал Что он более-менее Нормальный Хороший телефон Но он оказался Вообще Просто сказкой По цене В 300 баксов Цена Качество Ребята Вопрос Никто не отменял Нигде И ни в чем По цене Качество Телефон За 300 баксов Xiaomi Mi 5s Или даже Дешевле За 250 Уже Со всякими Кэшбэками Можно взять Блин Ну он конечно Там вообще Шикарен Телефону За 1000 баксов Уже больше Больше Всяких предъяв Можно кинуть Почему Потому что От него и ждешь Больше Потому что Ты платишь Своих кровных Больше За этот телефон Надо понимать Что чем больше Платишь Тем больше ждешь От телефона Было бы глупо Заплатить 1000 баксов И не ждать Ничего хорошего Телефона И получить Что-то хорошее И было бы так же Можно сказать Неумно Ждать всего Супер-супер Хорошего телефона За 300 баксов Короче А потом начать К нему Вцепляться Нет Ребята Это глупо Потому что Цена вопроса Всегда стоит Актуальна Во всем То бишь К технике Более дешевой Можно и меньше Придираться Потому что Она стоит дешевле К технике Более дорогой Этот Самсунг Галакси С 8 плюс ЛГЖ 6 Айфон 7 плюс К технике Более дорогой Можно и придираться Посильнее Потому что Вы ждете Чего-то от него Более большого Вложились Только бабла В один телефон Так что Ой-ой-ой Там надо Тысячу раз Подумать Стоит он того Или нет Ну в общем Будут все тесты Ребята Присылайте Свои Идеи Как протестировать Эти три телефона Это Айфон 7 плюс И ЛГЖ 6 И Галакси С 8 Вот я их буду Тестировать Вдоль и поперек Если у вас Есть какие-то Идеи Присылайте Если вы знаете Как можно сэкономить Не пишите мне В личку Пишите Под Каждым Комментарий Под каждым Видео Пускай люди Тоже знают Если вы Придумали Какую-то Классную Систему Как можно Немножко Сэкономить На покупке Того или Иного Смартфона Почему Нет Пишите Не стесняйтесь Пускай об этом Все знают Все дорогие Друзья В общем Выводы По первой Телефон Мне понравился Все таки Плюсы В нем Перевешивают Его минусы Галакси С 8 Плюс Мне понравился Но ребята К сожалению Есть такие Минусы В нем Из-за которых Я не могу Сказать Что этот телефон Для меня Лично Лично Только для меня Подходит Просто на ура Нет ребята В чем-то LG G6 Круче И поэтому Я их буду Пользоваться Постоянно В такой Связке Еще там Ну полгода Или там Да нет Уже меньше Пока не выйдет Новенький Айфон Или возможно Новенький Этот OnePlus 5 Потому что Xiaomi Mi 6 Я посмотрел Что-то меня пока Вообще никак Не порадовало Ну не знаю Посмотрел уже Сотни фоток С него Примеры Посмотрел тесты По играм Ну не знаю С одной стороны Хорошо С другой стороны Где-то Нагревался Сильно Где-то там Вообще Короче Просипки Были В FPS Тоже Ну в общем Пока Просипки Вообще Говорить рано Mi 6 Он конкретно Не оптимизирован А вот На эти два Смартфона На LG G6 Уже вышли Обновления Пришли Здесь два Пришло И здесь два Здесь вообще Как-то странно Пришло Короче Здесь пришло Одно Обновление Вот я даже Скриншот Сделал Сейчас Короче Начало Что-то Закачиваться Написал Проверка Это мне показалось Очень странным Короче Ну не знаю Ну как-то закачалось Может в автоматическом режиме Я пропустил Короче Непонятно Ну в общем Точно здесь Одно обновление Пришло Короче И здесь вообще Уже два Пришло Одно маленькое Другое побольше Ладно дорогие друзья Все До новых встреч Всем всего хорошего Пока-пока Турун-турун-ту Чух